Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о блогах канала Лена и Ваня Лайф. А я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на мой канал. Ну что сказать? Лена собирается на работу. Да, каждое утро Лена исправно ходит на работу. По крайней мере, Лена нам преподносит всё это именно так. И плод того, что задерживается на работе на час, на два перерабатывает. И даже вот Оксане приходится за Леной заезжать и забирать её на своей машине. Вот так. Очень долго Лена рассуждает на тему землетрясения в Турции. Говорит, вот, если бы я была уверена в том, что все мои перечисления попадут в карман тем людям, которые в этом нуждаются, то, конечно, я помогла бы. А так, конечно, не помогу. Ну, с одной стороны, конечно, она права. В чём-то она права. А с другой стороны, даже если тебе будут предоставлены банковские счёты, банковские данные для перевода денег, всё равно ты не можешь быть уверен в том, что эти деньги дойдут до прямого получателя. Но, тем не менее, Лена говорит о том, что нашла, мол, банковские данные карты. И, насколько я поняла, её якобы она перевела туда какие-то деньги. Сколько она перевела? И перевела ли она вообще? Об этом историю умалчивает. Говорит, что всем помогает Лена. Вот такой вот национал, представляете? Но не афиширует этого. Интересно, кому Лена помогает? Очень интересно. Прямо всем помогает. Я всех спасу к автомультике, да? Ну, что, купила она рыбку. Была в магазине, да, купила рыбку солёную. И бутербродики решила приготовить. Ну, в принципе, это неплохо. Но, вы знаете, когда она пришла домой и распаковывает свои покупки, Ваня всё так же ведёт себя как-то очень оригинально. Он кружится как-то вот. Он кругами ходит по кухне всё ещё. И в этот раз он не сказал ни «здравствуйте», ни «до свидания». Лена его спрашивает, что скажете? К ребёнку обращается так вот, полушетя. И что и отвечает ребёнок великовозрастный? Напомню, Ваня не пять лет, не шесть. Уже большой мальчик. Он говорит «бе». Ну, как-то так. И уходят в другую комнату вообще, вы так же кружась. Что с Ваней, я не понимаю вообще. Ну, Лена, видно, к этому привыкла. И продолжает говорить о том, что она ещё купила плюс ко всему колбаску копченую. Говорит «на бутеры». Боже мой. Ну, Лена, ты взрослый человек. Ну, почему так-то выражаешься? Почему не на бутерброды? На бутеры. Салатик приготовила. Говорит «лук и укроп в этом салатике будут в качестве зелени». Вот в качестве зелени будут лук и укроп. И понимаете, как хотите. От сладкого не может отказаться Лена. И узнала она о том, что есть такие вот тейпы, которые убирают второй подбородок. На китайском сайте, что ли, или где. В общем, в интернете можно заказать. И, насколько я понимаю, разве она не может отказаться от сладкого? Очень скоро эти самые тейпы очень будут стать. Очень быстро ей понадобятся. Заказала она через интернет горшок для орхидеи. Он оказался слишком мал. И приспособила она его под какой-то другой цветок или под орхидею поменьше. И пришлось все равно эти магазины выбирать какой-то там горшок для орхидеи, который ей уже подойдет по размеру. И возникает вопрос такой вот. Обычно через интернет заказывают, если уверены в том, что твой размер подойдет, то есть внимательно все размеры просматривают, да, и потом уже смотрят на цены. Ну, а Лена, как мне показалось, просто она посмотрела на цену, так на картинку глянула. Ну, вроде ей подошло. Вот. И заказала. Оказалось, очень маленький. Пошла она в магазин. Казалось бы, да. Вроде бы в магазине не должна была его быть, раз через интернет она стала что-то там выискивать. Но в магазине есть, конечно, большой выбор прозрачных таких вот горшков для цветов. В общем, короче говоря, вроде как купила. Купила на горшок побольше. В общем, все замечательно. Вот. Вот забирает ее Оксана в очередной раз с работы и говорит Лена о том, что надо поехать купить черные брюки Ване. Мол, он сейчас ходит в джинсах, а в джинсах ходить непозволительно. Кто-то там из администрации школы заметил, в чем он ходит. Темно-синие джинсы какие-то, что ли, были на Ване. А надо вам черные брюки. И правильно, куда Лена отправляется за брюками? Глория джинс. Ну, как-то странный выбор какого-то магазина, правда? Джинсы не надо покупать, джинсы не нужны в школу, но тем не менее идут Глория джинс. Вроде нашли какие-то там брюки, которые вроде как тоже больше джинса, чем брюки, но черного цвета. В общем, я не знаю, если пройдет все это хорошо, если этот номер пройдет, если не заметят, что на Ване все-таки больше джинса в ходе черного цвета, чем брюки, то я буду очень, конечно, рада. Купила она ему 164 рост, надо было 170. В общем, короче говоря, на Ване эти брюки оказались малы, и надо идти в магазин снова ехать и сдавать их, менять. Рассказывает, Оксана, о том, что в этом году очень скользко, гололед везде. Я думал, Юра упал, и слава богу, что удачно упал, но он ничего себе не поломал. Но в том году упала женщина, и, мол, пучицу себе сломала. Почему в том году, почему не в прошлом году? Ой, ну это еще цветочки. Лена чуть позже скажет о том, что Бабаевский шоколад подорожал по сравнению с тем годом. То есть, я так понимаю, с прошлым годом. Почему-то как-то вот странно разговаривают Лена и Оксана. Очень странно. В том году, по сравнению с тем годом. Неужели не знают слова прошлого? Странно как-то. И вот, хочу сказать, что Лена не особо довольна ценами в торговом центре, в Зеленограде. Говорит, цены очень высокие. И рассуждает о том, что, в принципе, неважно, как ты одет, какая бижутерия она тебе, или, может быть, наоборот, только украшение с драгоценных камней и так далее. Неважно это все. Главное, чтобы было хорошо тебе. Ну, с одной стороны, да, чтобы был внутренний какой-то комфорт, правда? Ну, и в то же время, конечно, надо бы подумать о том, как ты выглядишь со стороны. Ну, хотя бы чуть-чуть подумать. И вот Ваня постригся. Точнее, Ваня был в парикмахерской, его постригли. Вот будем так говорить, да? Я так понимаю, Лена была рядом, видела. И, скажу больше, я так думаю, что все-таки Лена сказала, как бы она хотела, чтобы Ваню постригли. Но Ваню как-то очень интересно подстригли. В общем, сзади очень коротко, а наверху оставили копнул волос. Ну, опять же, да, главное, чтобы ему было комфортно. Ну, а все остальное это уже так. Поскольку постольку. Ну, не знаю, если ему не сделать замечания в школе, если он его в вида, да, его на вострижке, то это будет очень даже хорошо. Ну, что, еще Лена выяснила, что есть обезболивающие пластыри. Да, тоже их можно через интернет заказывать. Лена их заказала для колен. Заказала, говорит, возможно, мол, они ей помогут. Ну, возможно, будем на это очень и очень надеяться. Говорит, что любит корейские дорамы. Сейчас вот она для себя их открыла. Почему только сейчас возникает правомерный вопрос. Ну, вот Лена только сейчас корейские дорамы для себя открыла. Как будто только сейчас они начали выпускаться. Ну, или, в принципе, их стали только сейчас показывать. И уходит она от реальности. Говорит, там такая любовь, там такие отношения высокие, такие взаимоотношения, полок. В общем, все очень здорово, все очень классно. Лена просто в восторге. Ну, я так думаю, что у Лены этого, значит, всего в жизни нет. Она этим так восхищается, восхищается тем, что показывают на экране. Скорее всего, она хочет, чтобы у нее в жизни так же было. Ну, судя по всему, не особо получается. Да, вот так все у нее в жизни складывается. Кстати говоря, говорит она вечно про Андрея. Андрей то, Андрей это. Вот тут кто-то ел намек на Андрея. Или вот про банковские карты, когда говорила. Она говорила, вот, Андрей что-то хотел купить. Она ему дала эту банковскую карту, потом она забыла. Потом вспомнила, что Андрею отдала. В общем, Андрей у нее где-то мелькает. Мелькает то здесь в разговоре, то там в разговоре. Ну, вот как-то странно, да. Вроде мы его не видим, а разговор у него есть. Ну, вы знаете, относительно Андрея, если вот такая ситуация, да, мы о нем слышим, но мы его не видим, то Лена сделала вывод несколько иного. Она говорит, если не хочет, чтобы тебя обсуждали, просто не показывай. То есть, про какие-то вещи, про какие-то моменты в жизни, которые Лена говорит, уже не показывает. Там, например, все, что касается учебы Вани. Не показывает уже, не хочет она, чтобы обсуждали. А вот про Андрея она нам говорит, но Андрея мы не видим. Ну, как-то странно. Если не хочешь, чтобы мы обсуждали этот момент, просто не говори про Андрея. Правильно? Какие-то моменты в жизни не показывай. Это правильно. И про Андрея тогда не говори. Ну, для чего нам Лена постоянно про Андрея говорит? Я просто понять не могу. Его нигде нет, но мы всегда о нем слышим. Просто интересно, есть ли в реальности этот человек или нет. Очень интересно. Рассказывает Лена про платные и бесплатные клиники, про платных и бесплатных пациентов. Как, что происходило у нее, когда вот она сидела в очереди с платными и бесплатными пациентами. Запись была на один час, а платные прошли якобы вне очереди. У них там СВ какая-то была запись. В общем, короче говоря, врач один. И Лена, представляете, даже в салт-департамент, представляете, гневное письмо. Да. Я просто в шоке. Для чего она это сделала? Вот так, из-под тяжка, да. Но, говорит, с врачами, конечно, ругаться не стало. Зачем надо? Как Лена выразилась, переруганный с врачом пациент. И для чего надо, мол, потом с врачом взаимодействовать, а тут пациент будет переруганный с врачом. Странное какое-то выражение. То есть, можно в департамент пожаловаться, да. Вот. А с врачом, конечно, ругаться не надо. А то, что потом из департамента здравоохранения надавят на этого самого врача, и у врача будут неприятности. Лена об этом не подумала. Ну, правильно, Лена уже не будет на приеме этого врача. А потом со временем эта вся история забудется, и все будет снова в шоколаде. Ну, как-то странно, да. Но, опять же, это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть, то, может быть, на самом деле, как-то вот... Опять же, если верить Лене, мы там не были, мы этого не видели, мы этого не знаем. Но если верить Лене, то, на самом деле, можно было бы как-то вот или две очереди организовать, да. Ну, или как-то вот в разные дни, чтобы был бы прием, если врач один. А в идеале, конечно, двух врачей как-то вот по двум кабинетам распределить. Ну, это, опять же, с моей точки зрения. Но вот так вот жаловаться из-под тяжка, вот я считаю, это не очень хорошее качество. Если уже терпишь, уже терпи. Правильно? А не так, с врачом в хороших отношениях улыбаешься ему, а сама там вот за спиной жалуешься в департамент здравоохранения. Ну, по сути, на этого самого врача, у которого есть запись и платных, и бесплатных пациентов. Как-то странно. Надвигается день рождения Вани. И говорит Лена о том, что надо вот купить барни, чупа-чупсы, фрутеллу и так далее. Идет в магазин, покупает, молодец. И смотрит, чтобы на каждой конфетке был бы срок годности указан. Я считаю, это уже здорово, это правильно, чтобы себя всякую ответственность, не дай бог что. Да, отравление или еще что-нибудь, чтобы сказать, нет, у меня, мол, все свежее. Вот, пожалуйста, сроки годности там вот позволяют еще, да. Ходит, выбирает потом грунт для орхидеи. Очень как-то странно. Отдельный керамзит она ходит, выбирает, отдельные еще какие-то. Вот эти опилки древесные, что-то еще там выбирает. Насмотрелась каких-то каналов, которые посвящены орхидеям. Ну, думаю, значит нет грунта для орхидеи. Ну, правильно делают, подумала. И он соберет она там, да, вот из всех составляющих. Грунт этот для орхидеи будет у нее орхидейки расти. Но, как выяснилось позже, смотрю, Лен, говорит, купила грунт. И показывает грунт готовый. Для чего она там ходила отдельно, собирала керамзит, эту кору древесную и прочие какие-то составляющие. Я этого так и не поняла. Если можно уже готовое купить. Для чего надо еще и тратить деньги, время и ходить собирать все это по частям. Причем пропорции тоже же надо будет соблюсти. Правда, в общем-то лишняя заморочка. Но тут сразу все готовое. Очень часто Лена путает два понятия тематика и тема. Могу сказать, что тема это предмет. Основное содержание рассуждения, изложение разговора и так далее. Например, тема конкретного романа. Ну, а тематика это что-то более общее. Это совокупность тем. Ну, к примеру, литературная тематика. Надеюсь, что Лена меня услышит и примет эту информацию в сведения. Кстати говоря, о Андрее. Приготовила Лена драники. Вот эти драники, говорит Лена, будут для Андрея, для Вани. Сейчас его быстренько пожарю. Говорит, сейчас будет есть Андрей. Ваня на самом деле что? Нажарила Лена драники. Там всего пять штучек, что для нее получилось из четырех картошек. И села она есть эти драники вместе с Ваней. Андрея рядом не было. Ну, не знаю я. Может быть, Андрей потом придет на кухню, когда Лена закончит съемки. Но что ему там достанется, не знаю. Когда вот очень понравились драники Ване. И он так с апеллитом ел. Это очень здорово. Это намного полезнее, чем всякие полуфабрикаты. Да, всякие наггетсы и прочее. И Лена так говорит, вот я голодная. Сейчас удалось, что я, мол, поем это все. Я так понимаю, что про Андрея Лена упомянула ради красного словца. Повторюсь, если не хочешь, чтобы обсуждали, просто не говори об Андрее. Ну, не говори, Третья. И очень мне понравилось, как Лена говорит, было день рождения какого-то друга Вани, что ли. И угостили Ваню каким-то конфетками, печеньем. Барни какие-то были. В общем, почему было день рождения, я до сих пор не знаю. Почему не был день рождения? День он. Он был. Он будет. Он говорит, был. Но как-то так. Было день рождения. И очень, так вот сказать, впечатлила история про Дантеса, про дуэль, про Пушкина, Лену. Говорит, вот жил вроде человек себе и жил. И был достаточно известен. И всё здорово. Но вот когда он погиб, обнаружилось, что у него очень много долгов. И решила она всё-таки, что да, вот умение писать стихи или рисовать, или сочинять музыку, ну, или что-либо другое делать. Если оно не приносит денег, то, в принципе, этим особо и заниматься-то не надо. В идеале, Лена говорит, надо, чтобы хобби приносило деньги. Ну, в принципе, да. Это так, да. Это в идеале. Ну, мне понравился тот вид, с которым Лена об этом рассуждала. Она прямо говорила так, как будто она Америку открывала. Ну, никто об этом ничего не знает. Вот Лена молодец. Лена нам глаза открыла. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влогов канала Лена Ваня Лайк. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. На мой второй YouTube канал. Ссылочку я оставлю в описании и в закреплённом комментарии. Если подпишетесь, тоже буду очень-очень рада. Телеграм-канал тоже можете найти у меня в закрепе и в шапке моего YouTube канала. В общем, присоединяйтесь, поговорим. Всем пока-пока.